МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плюс полтора миллиарда. Госсовет Чуваши уточнил бюджет на 2018 и два последующих года. Перспективное сотрудничество. Представители государственной корпорации Росатом встретились с руководителями чувашских предприятий. Сегодня, 14 июня, ушел из жизни легендарный режиссер Станислав Говорухин. Станислав Говорухин не раз был в Чувашии и в свое время работал над фильмом «Так жить нельзя». Сегодня здесь вспоминают его с особой теплотой. Голова Чуваши Михаил Игнатьев выразил соболезнования в связи со смертью мастера российского кино. Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного режиссера, уважаемого общественного деятеля. Мы помним и любим его творчество, говорится в Телеграме. На полтора миллиарда рублей увеличился республиканский бюджет на этот и два последующих года. Деньги пришли из федеральной казны. На что они пойдут, об этом Ольга Пырочкина. Республиканский бюджет Госсовет Чувашии в этом году уточняет уже второй раз. Сейчас в казну поступили 1 миллиард 453 миллиона рублей. Самая большая статья предстоящих расходов сферы образования. При текущем уточнении предусматриваются средства на строительство зданий 11 детских дошкольных учреждений. Новые детские сады появятся не только в столице. Я вот сама представляю Чебоксарский район. И вот в моем районе было очень много обращений именно с населенного пункта Большой Экотрасси. К сожалению, здесь не было уже давно детского сада. Вот сегодня уже с учетом этого финансирования у нас решается проблема и будет построен еще один сад. Вторая по величине статья расходов – здравоохранение. К примеру, почти 118 миллионов пойдут на капитальный ремонт больницы и поликлиник. 140 – на покупку медоборудования. 92 миллиона – на приобретение новых машин для скорой. Однако денег, как всегда, меньше, чем хотелось бы потратить. Мы считаем, что бюджет должен еще быть более социально ориентированным. Приведу пример. Мы выдвигали законопроект о поддержке многодетных семей, где предусматривалась выплата за третьего и последующих детей. Этот законопроект до сих пор не принят, прошел уже год. Мы традиционно голосуем против уточнения бюджета. Когда мы говорим о каких-то проблемах, говорят, да, проблемы есть, действительно, но давайте все равно проголосуем за принятие этого бюджета. И получается так, что можно бесконечно голосовать за, но меняться, в принципе, ничего не будет. В итоге из 42 присутствующих депутатов, 35 за изменения в бюджет, 5 против, еще двое воздержались. Решение принято. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Представители бизнес-сообщества собрались вместе, чтобы сверить часы и обсудить планы по улучшению инвест-климата. Официально эту встречу приурочили ко дню российского предпринимательства. Малый бизнес продолжает занимать новые ниши. Так, одна из компаний Чебоксар наладила выпуск сувениров и брелков из дерева. Предприниматели не прогадали. Сейчас они получают неплохую прибыль. По цене, как они проходимы на рынке? Да, очень популярны. Они так продевают моторику и очень покупают. По сравнению с китайскими, если так возьмем, разомно же я... Совершеннее, чем с китайскими. Самое главное, сегодня появилась у молодежи возможность при помощи поддержки Министерства страны и развития закуплено оборудование. Скоро в ресторанах и кафе могут появиться роботы-бармены. Это стартап-центра молодежных инноваций. Разработчики уверены, что ноу-хау будет пользоваться спросом. В мире уже появляются автороботизированные бары, в которых как раз работают подобные роботы. Сейчас пока только версия один. В дальнейшем будет, естественно, автоматическая подача бутылок. И уже посетитель сам берет то, что ему нужно. На этой специально подготовленной к празднику экспозиции фото предприятий с многомиллионным оборотом. Реализовать столь успешные проекты помогают в региональном Минеке. Только в прошлом году ведомства за поддержкой обратились порядка 9 тысяч бизнесменов. Михаил Игнатьев отмечает, что количество предпринимателей в республике растет. Мы вместе с вами 4 года подряд находимся в числе 10 лучших регионов Российской Федерации. Это по вопросам административного давления, по выдаче исходно-разрешительной документации. Если даже касается молодых предпринимателей, которые хотят просто заняться своим бизнесом, и для них открывают площадки, точки, окна для того, чтобы оказать содействие. Эта встреча стала поводом обсудить и проблемы малого бизнеса. Одна из волнующих предпринимателей тем, переход на электронные документы оборот с органами власти. Участвуя в программном конкурсе на деление и получение господдержки, мы довольно-таки много заполняем разных бумаг на бумажном носителе. Как правило, с одного раза этот вариант не проходит. Получается, нужно приезжать еще и еще раз в министерство, чтобы поправлять те или иные огрехи. Этот тренд, вы все сами свидетельны, является, он был задан в конце 2017 года, я имею в виду под церковизацией. Сейчас идет на уровне федерального центра работы, связанная с признанием цифровых документов. В этом и является основная проблема. Признание цифровых документов аналогом, ну и юридически закрепленными, так же, как и бумажным. Мы идем к этому, мы обязательно придем. После дискуссии торжественная часть. Михаил Игнатьев вручил награды победителям республиканских конкурсов среди субъектов малого и среднего бизнеса. Лучшим предпринимателем признали главу крестьянского фермерского хозяйства Валерия Кузнецова. Бизнес-сообщество ждет перемен. Глава региона отметил, что совместная работа органов власти и предпринимателей поможет улучшить деловой климат. Кто с ним и сила экономики? Кто с ним и слоев дефоники? Кто с ним и правит десятилетия? Кто с ним и народы на столетия? Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В Чебоксарах обсуждают возможности дальнейшего взаимодействия с Росатомом. Сегодня представители государственной корпорации встретились с руководителями чувашских предприятий. Чем стороны могут быть полезны друг другу и какие требования в Росатоме предъявляют к партнерам? Подробности в следующем материале. Государственная корпорация Росатом для республики стратегический партнер. Сейчас для атомной промышленности в Чувашии выпускают электротехническое оборудование. Но потенциал предприятий значительно шире. Надеемся, во-первых, что наши предприятия расскажут о тех потенциальных задачах, тех потенциальных проблемах, которые перед нами стоят, в которых могут поучаствовать предприятия Республики Чувашия и внести свой вклад в развитие импортозамещения. Развивая импортозамещающие технологии, в государственной корпорации предъявляют к своим партнерам серьезные требования. Одна из главных проблем предприятий – прохождение процедуры международной сертификации. Я лично возглавляю один из таких проектов на уровне госкорпорации по проведению международной сертификации некоторых изделий электротехнического оборудования, чтобы их допустили на зарубежные рынки. То есть колоссальная работа, стоит очень больших денег, но без этого мы понимаем, что ни на один блок атомной станции за рубежом мы просто войти не сможем. Программы визита представителей Росатома рассчитаны на два дня. После переговоров они планируют посетить ряд промышленных предприятий. Стороны рассчитывают увеличить объемы взаимного сотрудничества. В этом направлении мы тоже следуем с тем, что создаем некие прорывные новые продукты, которые будут опережать время на сегодня. И это идет на начальном этапе на грани фантастики. То есть мы ставим запредельные задачи для научных сотрудников, ставим запредельные задачи для исследователей, и они в этом направлении идут. После этого у нас действительно появляются и те самые патенты, что являются индикативом. По прогнозам регионального Минэкономразвития, объемы поставок для предприятий Росатома вырастут в два раза. Уже сейчас в республике для нуждотрасли разрабатывают системы кибербезопасности, средства управления энергообъектами и турбинные синтетические масла. Тесное сегодня взаимодействие у нас, хотел бы я отметить, это и с ведущими институтами, входящие в госкорпорацию, это и Курчатский институт, и Атомпроект, и ряд других, вот мы на слайде показали. Буквально недавно ряд предприятий в ГОП Атомфлот пребывал у нас здесь, тоже спасибо за доверие, активное сотрудничество у нас идет с электропаратным заводом. Выводы по дальнейшему сотрудничеству в Росатоме обещают сделать в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Строительство нового кадетского корпуса в Чебоксарах продолжается. Глава Чувашия Михаил Игнатьев проинспектировал ход работ. Как обстоят дела на стратегически важном объекте, посмотрели и мои коллеги. И учебные спальные корпуса уже возведены. Сейчас все силы брошены на инженерные сети. Начат и отделочные работы. Предстоит монтаж оборудования. По словам подрядчика, 70% работ завершено. Начиная блок с рекцией В, значит, штука только завершена, завершается стяжка и приступили к чистовой отделке. Работа завершается по монтажу вентиляционного оборудования. Дальше в блок с рекцией Д идет уже последнее перекрытие. Закрывая, планируется на следующей неделе демонтаж башенного крана и подготовка кровельных работ. Главная проблема, конечно, погода. Мешает производство работ, где работа по сетям затрудненная идет. И никак не можем приступить к трамбовке, вытрамбовке. И окончательно завоз грунта тоже в связи с погодными условиями. С момента начала строительства проект меняли уже три раза. Появлялись дополнительные работы. В начале этого года поменялись все техусловия по инженерным сетям, подключениям. То есть тот проект, который был раньше выдан и согласован и пройден на экспертизу, нам сейчас все наружные сети пришлось менять и делать по новым техусловиям. С этого года усилился контроль со стороны пожарных служб. По требованиям пожарной безопасности сейчас в Кадетском корпусе корректируются лестничные пролеты, лифты. Оказалось, что нужно делать подачу воздуха. То есть для того, чтобы пожарные подразделения на время пожара могли в этих лифтах подняться наверх. То, что мы не предусмотрели раньше. И сейчас вот приходится вносить эти изменения. Это серьезные изменения, это подача воздуха, это нужно забирать свежий воздух с кровли, долбить сейчас кровлю, кровля уложена. То есть вот таких моментов очень много. Сумма смертной стоимости объекта увеличилась на 27 миллионов рублей по сравнению с начальной. Глава Чувашей призвал строителей соблюдать сроки, утвержденные графиком работ, а также действующие строительные нормы. 1 сентября Кадетский корпус должен распахнуть двери перед учениками. На сегодня 314 детей хотят обучаться в Кадетском корпусе. Сегодня, по-моему, где-то около 12 регионов представлено в этом списке. Где-то около 20 детей. Но они также на общих основаниях, конечно же, поступают. То есть это индивидуальный отбор, они сдают математику, русский. Для нас немаловажно состояние здоровья детей. У нас есть заявление с Хакасии, с Московской области, с Тюменской области, с Тавропольский край. В Кадетском корпусе имени Кочетова будут готовить специалистов для воздушно-космических сил страны. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Водительское удостоверение через сайт госуслуги. О преимуществах этого метода сюжет наших коллег из пресс-службы ГИБДД. Выпускница Чебоксарской школы номер 61 Ксения Валеева водить машину научилась еще прошлым летом. А к совершеннолетию, 18 лет ей исполнилось на днях, решила оформить водительское удостоверение. Из трех вариантов получения, в порядке живой очереди через МФЦ или единый портал государственных и муниципальных услуг, девушка выбрала самый быстрый, зарегистрировалась на сайте госуслуг. Ну, не нужно выжидать очередей, ожидать, пока у тебя примут плату, ты можешь в любое время зайти, в любое время оплатить, и китанца тебе придет сразу, и вообще никаких проблем-то нет. Государственная пошлина на получение водительского удостоверения через МФЦ или в подразделениях ГИБДД составляет 2000 рублей. При обращении через портал госуслуг гражданам предоставляется 30-процентная скидка. Им нужно заплатить лишь 1400 рублей. Кроме того, в этом случае гражданин сам может выбрать время и место получения удостоверения. На сегодняшний день в ГАИ Чувашской республике уже поступило более 50 тысяч заявок на получение услуг. Из них более 40 тысяч обратились через портал госуслуг. Это составляет где-то 77% от общего числа. Тем, кто хочет получить государственную услугу через интернет, необходимо зайти на сайт госуслуги.ру. Если вы это делаете впервые, то вам понадобится ввести данные своего паспорта и СНИЛС. Затем подтвердить свою учетную запись в любом удобном из предложенных мест и оформить заявку на получение водительского удостоверения. Качество питания в детских садах столицы Чувашии контролирует администрация города Чебоксары. Регулярно городским властям присоединяются активисты из числа родительской общественности. Сегодня они выясняли, какие изменения произошли в детском меню. Если верить словам Лосяша из мультика «Смешарики», то воспитанники детского сада «Колосок» состоят исключительно из полезных продуктов. Столичным ДОУ к вопросам питания подходят ответственно. Недавно родители воспитанников приняли участие в анонимном опросе по качеству еды. 96% меню оказались довольны, но высказали пожелание добавить больше овощей и фруктов. К их пожеланию прислушались. В зимнее меню у нас преобладали салаты с термической обработкой овощей. Это у нас был салат из вареной свеклы, был салат из квашеной капусты, из соленых огурцов. Сейчас этого нет. У нас сейчас салат из свежей капусты, здесь у нас порционные огурцы, помидоры. В прошлом году у нас помидоры вообще не использовали с меню, в этом году мы их ввели. Посмотреть, как дети питаются и даже продегустировать готовые блюда, могут сами родители на специальные брокеражные проверки. Оксана Бедарева уже не первый раз участвует в ней. У меня посещают двое детей. Одна младшенькая, 24-го, 8-го, 7-го, 8-го, то есть в детском саду. Часто сравнивают кеду дома, если ей что-то очень нравится, она говорит, как же вкусно, как в детском саду. Кстати, изменения в меню сказываются и на стоимости питания. С 1 июля этого года ежедневная оплата детского сада вырастет на 24 рубля. При этом планируется еще разнообразить меню и добавить в него новые блюда. У меня в детском саду кормят вкусно. Вкуснее, чем дома? Да. Вкуснее, чем дома? Так, маме твоей об этом не расскажем. Больше нравятся котлеты, я иду, такие вкусные. Юлия Важенина, Валера Резюков, Республика. Госэкзамены на сцене. Выпускники Чебоксарского музыкального училища имени Павлова прошли итоговую аттестацию. Задание – показать традиционные чувашские обряды. Как с этим справились будущие солисты, смотрите в нашем репортаже. В национальных костюмах с песнями и ритуальными блюдами так принято отмечать традиционный чувашский праздник «Сирень». Он посвящен изгнанию и селению злых духов. По традиции молодежь гуляла по деревне с рябиновыми прутьями, хрестала ими людей, дома, одежду и выкрикивала «Сирень». К экзамену студенты готовились полгода, читали много книг, изучали древние обряды, ездили по деревням. Выпускники отделения сольное и хоровое народное пение представили на сут экзаменаторов три чувашских народных праздника. Так как я русскоязычная, мне, естественно, тяжело, но если человеку нравится, то почему бы и нет. Выпуск этого года 8 человек. Отделение сольного и хорового пения уникально тем, что готовит руководителей творческого коллектива. «Выпускник должен уметь и сольно работать, и в ансамбле, и в хоре. А также они должны показать такие компетенции, такие как экспедиционная работа, расшифровка, аранжировка народной песни. Они используют свои экспедиционные материалы, их материалы в своих выпускных коллекционных экзаменах». «Музыкальное училище поддерживает вот эту старинную, это не просто традиция, это искусство, высокое искусство чувашского народа, где вот основные элементы воспроизводят вот эти ребята». Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевска, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах открыли инновационную футбольную площадку для болельщиков. На Красной площади установили огромный экран. Здесь вплоть до 1 июля будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Прямо сейчас гости и жители Республики следят за матчем Россия-Саудовская Аравия. На Красной площади сейчас находится моя коллега Галина Титарчук. Ей слово. «Добрый вечер, Ольга! Площадь болельщиков раскрыла, распахнула свои двери. Фанаты футбола, настоящие болельщики стали здесь собираться задолго до начала матча. Все трибуны заполнены. Люди пришли посмотреть сюда титульный матч. Россия-Саудовская Аравия под открытым небом, на большом экране, на свежем воздухе. Инновационная футбольная площадка для болельщиков будет работать целый месяц. На большом экране ежедневно с 15 до 20 часов до 1 июля будут транслироваться игры с участием главных фаворитов турнира Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины. А мы напоминаем, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Булгоград, Самара и Саранск. Следующий играм. Россия 25 июня. Соперником станет Уругвай. Добро пожаловать на площадь болельщиков. Смотрите футбол, болейте за наших. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин